Микс Ньюс. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Сегодня на прямой связи по Зуму. С нами сегодня журналист, спортивный комментатор и переводчик Виктор Гусев. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Рад вас слышать. Ну вот мы хотели, думали, как начать это интервью. И когда готовились к нему, то нашли, что ваша карьера началась как военного переводчика. Это 70-е годы, Эфиопия, боевые действия. Вот часто вспоминаете этот эпизод, учитывая, что многие журналисты как раз говорят о том, что война это такая территория, которую нельзя забыть. Вот для вас что это значит? Вот этот опыт. Ну, конечно, я согласен с тем, что это нельзя забыть. Но, с другой стороны, все те, кто вообще служил в армии, даже в обычной армии, не на войне, скажут вам, что все плохие моменты очень быстро забываются. Остается романтика, остается что-то хорошее, остаются воспоминания о друзьях. Конечно, нельзя говорить о романтике непосредственно войны. Но как-то вот все плохое, тем не менее, автоматически уходит из памяти о тех годах, а это был 77-79 год прошлого века. Ну, военный переводчик. Вот в чем специфика работы военного переводчика? Какие особенности, может быть? Ты представлен к военному специалисту. И в нашем случае, в моем случае, это было так. В зависимости от того, где этот военный специалист находился, там и ты был рядом с ним, просто как его язык. Например, там было очень правильно все сделано, значит, в нашей группе в Эфиопии. Там была ротация. Поэтому, скажем, ты поработал, вот как я работал долгое время, с главным военным советником. Это такая представительская работа, это принятие серьезных тактических оперативных решений. Но это штаб, это Адис-Абеба, вполне цивилизованный город, столица Эфиопии, даже в условиях войны. А потом, поработав там полгода, ты отправляешься на фронт, и ты в окопе сидишь с майором, который, конечно, сам в атаку не летит, но поднимать в атаку эфиопских солдат он может. А потом ты куда-то тебя перебрасывают на базу подготовки. И там просто, предположим, капитан занимается подготовкой резерва из эфиопских солдат. А потом тебя отправляют куда-то, где просто обслуживается и готовится наша техника, в совсем другом городе Эфиопии. И там ты работаешь со специалистами по технике. То есть весь набор, вся вот эта вот штука, все, что связано с войной, с армией, как-то ты это охватываешь и понемножку во всем участвуешь в этом. Я хочу сказать сразу, что наших солдат там не было. То есть в Эфиопии мы не воевали. Это была миссия советников и поставщиков оружия. Воевали там, помимо самих эфиопов, солдаты кубинские. Вот Куба по заданию Фиделя Кастро туда послала своих солдат, с которыми мы были очень дружны. И с тех пор у меня потрясающие вообще отношения и воспоминания о кубинских ребятах. Говоря о профессии и ее выборе, вы живете, как известно, возможно, жили или живете сейчас на улице, названной в честь вашего деда Виктора Гусева, поэта и драматурга. Вот ваши родители, назвав вас так, они хотели, чтобы вы продолжили его путь профессионально? Ну, назвали меня так, это было автоматически, потому что это традиция моей семьи. Я действительно говорю с вами с улицы Виктора Гусева. И с некоторых пор у Гусевых только Михаилы и Викторы по мужской линии. Вот моего сына зовут Михаил. Если у него, дай бог, родится тоже сын, уже ясно, что он будет Виктором. Это вот такая традиция, поэтому выбора особого не было. Что касается профессии, дело в том, что дедушка, который был драматургом и поэтом, как вы правильно сказали, его не стало в 44-м году. То есть моему папе было 9 лет. Если бы дедушка немножко прожил, он бы оказал больше, скажем так, влияния литературное на моего папу. Наверняка папа, у него были задатки, стал бы тем же поэтом или писателем, то есть пошел бы по гуманитарной линии. Но мальчишке моему папе было 9 лет, когда не стал его отца. Он очень хорошо учился, он закончил школу с золотой медалью, мог поступать по тем правилам в любой институт без экзаменов, и все друзья пошли на биологический факультет. И он пошел вместе с ними. И так он стал не гуманитарием, а биологом. Но сложно жаловаться, он был профессором, 33 года возглавлял биологический факультет МГУ. Но даже вот в свою работу биолога он вносил очень такой мощный гуманитарный смысл, аспект, толк, что ли. Он говорил об экологии, защите окружающей среды. Нет уже некоторое время с нами, моего отца, но вот сейчас его идеи очень-очень становятся популярными в связи с тем, как природа отвечает нам на наши неправильные отношения. То есть у вашей семьи есть традиции на имена, но нет традиции на профессии? Нет, хотя все это идет, в общем-то, по гуманитарной линии. Вот с некоторыми отклонениями, но о которых я сказал. Но спорт и биология – это ведь взаимосвязанные вещи все-таки, как ни крути. И вы выбрали стезу именно спортивного журналиста, хотя вот как раз в студию вы пришли в 38 лет, если не ошибаюсь, вот когда начали комментировать. Как так получилось? То есть это все-таки была случайность или любая случайность – это, как известно, закономерность? Вот я сказал о том, что у моего деда не было возможности в силу таких вот драматических причин оказать влияние на моего отца, а мой отец оказал влияние на меня тем, что с 6 лет он меня стал брать на футбол, и не просто брать на футбол, и на наше любимое московское «Динамо», а научил меня вести статистику. Я делал альбомы, вырезал фотографии футболистов, подписывал, печатал на машинке, наклеивал эти подписи. Он меня привил любовь к спорту. Даже когда он устраивал здесь для внуковских мальчишек соревнования по пятиборью, мы не просто бегали на 160 метров, прыгали в длину, высоту и толкали ядро. Все результаты фиксировались по специальной официальной таблице Советской Федерации Легкой Атлетики. То есть он приучил еще и к такому скрупулезному отношению к спорту. И, конечно, это не могло не сказаться в итоге. На это я пошел в ИНЯС, к этому прибавилось знание языка. Когда я попал в спортивную редакцию, я видел, что там такие зубры журналистики. А с языком была проблема. Люди не знали английского, французского языка. У них стояли в углу редакции Тильтай, Пресс, Ройтерс. Можно было все смотреть и знать, последние новости. А эти новости рассказывал, переводил им я. И вот так как-то я сразу выдвинулся с помощью языка. Говорят, язык до Киева доведет. Риги доведет в данном случае. И вот это мне очень помогло. Ну что ж, ну... А что касается после Эфиопии, да, я вернулся, пошел работать в ТАСС. И был там редактором, переводчиком политической редакции. Но вы понимаете, в то время, не до 70-х, какая там цензура в политической журналистике. Мне это было неинтересно. Соседней дверью была спортивная редакция. Я все сделал, чтобы туда попасть. Стал пишущим журналистом. У меня был журнал свой о футболе. И только потом меня узнали, как пишущие журналисты. И, в общем-то, поэтому и пригласили, как вы правильно сказали, в 38 лет уже на телевидении. Ну вот как раз получается, что спорт – это такая территория свободы в обществе, в структуре журналистики, которая подвержена цензуре. В спорте можно было делать больше, как журналисту, чем в политической, экономической или социальной сфере. Да, больше, но не все. Например, мы не могли упоминать имя Виктора Корчнова. Нашего в 1 месяц, который уехал на Запад и остался в Швейцарии. И даже когда в ТАССовских сообщениях мы писали, сообщали результаты матчей какого-то турнира, шахматных партий, мы просто указывали, а еще одна партия закончилась в ничью. И тот, кто вел таблицу, те любители шахмат понимали, что речь идет о той партии, в которой участвовал Корчной. Мы не могли упоминать имя Вацлава Недомански, великолепного нападающего хоккейного сборной Чехословакии, который остался за океаном. Сейчас обычная вещь играть в НХЛ, тогда это было преступление. Конечно, свои ограничения были, но это не сравнить с той цензурой, которая была в политике. Я с этим согласен. А сама цензура, вот насколько сильна она была? Потому что многие вещи, как известно, исходили не от цензора, который сидел и проверял, а именно от самих людей, которые оказывались в этой ситуации. Вот сложно с этим было бороться? Вы знаете, мы просто приняли условия игры, как приняла вся страна. За исключением тех бравых, отчаянных, смелых диссидентов, которые выходили на Красную площадь и протестовали. У большинства людей, подавляющее большинство, на это не хватало духа. Хватало только на то, чтобы все обсуждать на кухне. И мы как бы приняли, вот я уже сказал, условия игры. Мы знали, что все это неправильно. Но, с другой стороны, мы знали, что без этого и нельзя. Что альтернативой этому, а ее и не будет, возможно, только гражданская кровавая война. И самое удивительное для меня, что то, что произошло в России, вот когда сменился строй, было почти бескровным. Это стоило жизни трем ребятам молодым, и все. Это много три жизни, но, тем не менее, это не было. Она не была потоплена в крови. А тогда казалось, что как ГГБ, такая структура, государство. А выяснилось, что это колосс на глиняных ногах. Вот его стоило так толкнуть, и все развалилось. Но мы-то этого не знали. Поэтому мы сидели между собой, протестовали в разговорах друг с другом. А на работе принимали условия игры. Но нельзя упоминать, нельзя упоминать. Ничего страшного, никто от этого не умер. Вот, и поэтому вот эту игру играли. Как, например, когда мы провели Олимпиаду в 80-м году, и там из-за событий в Афганистане, из-за нашего вторжения в Афганистан, западные страны не приехали. И мы ответили неприездом на Олимпиаду в Лос-Анджелес. Но мы же не могли говорить о том, что это как бы ответ, что это месть. Это было некрасиво. Поэтому вот на протяжении четырех лет, с Олимпиады в Москве до Олимпиады в Лос-Анджелесе 1984 года, мы писали статьи о том, в том числе и в спортивной редакции, какие ужасные условия в Америке. Какой там терроризм, какая-то угроза будет для наших спортсменов, если они туда поедут. И что там находились статьи, что там какие-то страшные люди. Оказалось, что это простые какие-то ночные волки, аналог. Там носятся на мотоциклы бородатые, волосатые. Что это страшная угроза для спортсменов. А это, возможно, были самые миролюбивые люди в Америке в то время. Но это тоже была политическая составляющая, которая не мог избежать и спорта. А на ваш взгляд, все-таки победители Олимпийских игр в Москве и в Лос-Анджелесе, можно ли сказать, что их обделили? Потому что их победа в какой-то степени была неполной. СССР не участвовала в Лос-Анджелесе, это сильнейшая сборная. США не участвовали в Москве, еще ряд стран. И, соответственно, те, кто победили, могли бы, наверное, и не победить, если бы эти страны были. Вот на ваш взгляд, как вы считаете, насколько это тяжелая такая для спортсмена история? Я уверен, что абсолютно не обделили тех, кто принял участие и победил. Обделенными оказались те, кто не поехал на Олимпиаду. Скажем, у гимнаста или пловца в определенном возрасте поездка, скажем, на Олимпиаду Лос-Анджелес 84-го года могла быть единственным шансом. То есть до этого ему было еще рано в 80-м, а в 88-м, ну, гимнастка, предположим, а в 88-м уже катастрофически поздно. Поэтому они оказались обделенными. Это потенциальные победители. А те, кто выиграли, может быть, не в такой серьезной борьбе, ну, а какая разница? Это забывается, остается счет на табло, как говорится. Олимпийская медаль есть, олимпийский чемпион. И кто вспомнит, в какой борьбе она была с военой? Все равно это была серьезная борьба. Все равно, например, кто-то приезжал. Себастьян Коу, Овет, знаменитые британские бегуны приехали и выиграли олимпийское золото. Это было нормальное соревнование. В некоторых видах спорта была очень-очень серьезная конкуренция. А между соцстранами, там же сильные команды были, ГДР, та же самая. Поэтому это полноценные медали. Вот нужно думать о других, о тех, кто не смог принять участие, к сожалению, в 80-м или 84-м году. Ну вот вы сказали о том, что многое забывается. И многие забываются. И здесь как раз я слышал такую точку зрения, что великим спортсмена делает эпизод. Это слезы родненой или даже незабитый гол Роберто Баджи, которого прошло уже много лет, с 94-го года. Но все помнят трагедию Роберто Баджи в финале чемпионата мира, когда он не забивает гол в ворота. Эпизод действительно так важен для того, чтобы спортсмен стал великим и вписал свое имя в историю спорта? Вадим, конечно. Скажу вам вообще парадоксальные вещи. Во многом великим сделал Рената Досаева, которого только что отметили день рождения, гол, который он пропустил от Марка Ван Бастена. Знаменитый удар. Он просто, как вратарь, принял участие в этом легендарном эпизоде. Даже вот такие моменты, уж не говоря о больших победах. И даже промах Баджи, когда ему сочувствовала этому хвостику, сочувствовала вся страна и весь мир, он был лучшим на том чемпионате мира 1994 года. Я комментировал этот финал Бразилии с Италией из пригорода Лос-Анджелеса и откомментировал то, как он... Уже никто не помнит, что там не забил. Кто там еще Борези не забил, по-моему. Как-то главным был промах именно Баджи, лучшего футболиста того чемпионата. Ну, вам, кстати, было тогда жалко Роберто Баджи? Потому что я помню... Вам было жалко тогда Роберто Баджи? Я помню свои ощущения. У меня было 14 лет, мы смотрели с отцом в финал, и когда Баджи не забивает гол, у тебя на глазах практически слезы. Потому что, ну, эта трагедия для него, наверное, не сопоставима с тем, что переживал весь мир, как вы сказали. Вот что вы тогда чувствовали, когда он не забил? Вы знаете, Вадим, мне очень стало жалко Баджи. Я анализировал, разбивал эту ситуацию, но потом, во время репортажа, поймите меня, это был мой первый большой репортаж. Первый репортаж о финале чемпионата мира. Я вообще в этом году, в 94-м году, вообще первый раз только откомментировал игру в апреле. Там был в Турции Голцарай-Спартак. И вот меня бросили на этот финал. Поэтому в этой ситуации, вы уж меня извините, я думал и жалел или радовался только о себе. А про Баджи я подумал уже потом, когда я, как я сказал, ситуацию начал анализировать позже. А здесь мне было важно только, что все получилось с моим репортажем. Тем более, что была жара под 50 градусов. Я первый и, наверное, последний раз в своей комментариевской карьере сидел на трибуне только в трусах, в одних трусах, потому что иначе было невозможно. Была удивительная вещь, ведь репортаж вели два канала. Наш первый канал, как он тогда назывался, там разные были названия, и второй канал. И сейчас это сложно себе представить, но два канала между собой делили финальный матч. И вот откомментировав первый матч, сидящий вот здесь, надо мной, Олег Жолобов и Геннадий Орлов, сказали на втором канале, друзья, теперь переключите ваши телеприемники на первый канал, и вы досмотрите этот матч. И я откомментировал второй тайм, дополнительное время и серию пенальти. Вот поэтому еще в этой жаре, значит, стояли, были такие ящики, которыми организаторы, козырька не было, организаторы не думали вообще даже о комментаторах, но заботились о мониторах. Поэтому картонный ящик закрывал монитор. Но я и все остальные взяли эти ящики, надели на голову. Но тут мне из Останкина тоже сообщили, Виктор, вы куда-то ушли в туннель, выйти из туннеля, потому что какое-то эхо у вас непонятное, и мне пришлось вернуть спасительный ящик на место. Вот поэтому думал только об этом. Как бы там сидел весь потный. Было не до симпатии Баджа. Но вы не почувствовали, что проснулись знаменитым после этого финала, что огромное число людей узнали голос Виктора Гусева после именно этого эпизода, потому что мое знакомство с вами заочно состоялось именно после этого финала. Ну, какая-то известность ведь пришла раньше. Меня пригласили в 92-м году. Я был корреспондентом тогда агентства Рея Новости. на Олимпиаде во Франции, зимней Олимпиаде в Либровиле. А на телевидении была как раз смена поколений. Уже ушел Озеров за некоторое время до этого. И появилось больше спортивных программ. Им нужен был ведущий для еженедельной аналитической программы «Спорт-викенд». И они ко мне подошли, зная меня, как пишут журналисты, и сказали, что не хотите вот вести. И я начал вести эту программу. И как-то уже тогда стали узнавать на улице, потому что же ведешь лицом, ты рассказываешь спортивные новости. Каждую субботу, по-моему, по субботам там это было. И только потом уже началось комментаторство. И потом уже началась работа в программе «Время» со спортивными новостями. И «Игра последний герой». И всякие другие проекты спортивного канала, конечно, тоже, которые повлияли на популярность. Поэтому все немножко раньше началось. У нас звонок радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, слушаем вас. Александр. У меня вопрос, Гусев. Вот как вы относитесь к вашему коллеге-комментатору? Не хочется упоминать даже его имени. Который сказал, что нафига мне такое государство, которое мне не помогает в карантин. Ну, вы упомините имя, чтобы мы поняли, о ком вы говорите. Не хочу. Худенький самый. Ну, видимо, Василий Уткин имеет в виду наш радиослушатель. Василий Уткин, я не слышал цитату, честно говоря, я вообще не очень слежу. Но я не хочу комментировать. Я вот не хочу выстраивать рейтинги своих коллег. И не хочу комментировать какие-то их фразы. Тем более, когда эти фразы не касаются удара головой, навесу на штрафную, хорошего подката. Не хочу, как-то мне это просто неинтересно. А если вообще говорить, потому что наверняка будет такой вопрос о комментаторах, в принципе. Я очень высоко ценю и высоко ставлю наших комментаторов. Даже на уровне с лучшими комментаторами французскими, которые я знаю, английскими. Ребята хорошо, очень подготовленные, хорошее молодое поколение. Единственная проблема, единственная, большая, это русский язык. Ошибки в русском языке. Но это вина них, это вина школы, это вина вообще всего поколения. Это просто нужно читать книжки. Если ты не будешь читать книжки, если ты не будешь учиться в школе правильно ставить запятые, если ты не знаешь такой непричастный оборот, если ты можешь сказать, цитирую Чехова, подъезжая к станции, с меня слетела шляпа, а это сплошь и рядом, если ты не знаешь, где «не» и где «ни», где пишется слитно, где раздельно, то, ну, наверное, это твоя проблема. Но в нас это в хорошем смысле просто в школе вдалбливали. Без этого ты не сдал бы экзамен. Поэтому я с одной стороны обвиняю своих коллег, а с другой стороны понимаю, что это неизбежно. В остальном они мне очень нравятся. Если говорить о другом рейтинге, ваш коллега Василий Уткин, которому упомянул по всей видимости наш радиослушатель, он составил топ-10 российских футболистов, и среди них первое место занял Александр Мостовой, по его мнению, также там в списке есть Аршавин. Вот у вас есть свой личный топ российских футболистов? Топ-10, может быть, топ-5? Значит, если убрать позицию ворторя и говорить только о полевых игроках, то для меня российский футболист вот этого века, конечно, Андрей Аршавин. На первом месте? Это абсолютно номер один. Но я сказал, если убрать позицию ворторя, вы понимаете, что я очень высоко оцениваю Акинфеева. Народ был очень удивлен, когда был опубликован этот рейтинг от Уткина, что там нет ни Дзюба, ни Киржакова. Что вы думаете о этих футболистах? Ну вот не знаю, но там всего же, видите, 10, даже 11 мест. Просто нужно вспомнить этот список, и кого пришлось бы тогда выбрасывать и ставить, на место кого ставить Дзюбу и Киржакова. Может быть, Василий думал, что у Дзюбы еще все впереди. Наверное, важно для этого списка и то, как человек себя проявил в каком-то топовом европейском чемпионате. Я думаю, что Василий из этого тоже исходил. И может быть, в этом смысле я говорю, у Дзюбы все впереди. Не включение Киржакова, конечно, но, наверное, я бы все-таки Киржакова включил, поскольку у него же рекорды бомбардирские, вообще очень заметная фигура, и поиграл, опять же, в серьезном чемпионате за рубежом нашей страны. Поэтому нужно посмотреть, какие там нападающие попали, кто занял места Дзюбы потенциальные и Киржакова. Ну, вот достойный есть. Это мы сейчас так ругаем, что там наш футбол не сравнить с английским, я не знаю, с немецким. Но может быть и так. Но с другой стороны, когда вот так составлять 11 или 10 лучших футболистов, большая проблема, кого выбрать. Потому что много достойных людей. Что касается белорусского футбола, вот на Ваш взгляд, вообще белорусский спорт, вышел ли он в этих условиях, но может быть другой уровень его восприятия, учитывая, что все массовые мероприятия были отменены, в том числе и спортивные, но в Белоруссии все продолжалось. Я читала в одном из интервью, что вы тоже, кстати, смотрели белорусский футбол. Смотрел вовсю, потому что очень не хватало футбола вообще. И предположим, когда тебе предлагают посмотреть какой-то роскошный финал с участием Барселоны, но в записи, я точно переключу канал и буду смотреть заурядный матч белорусского чемпионата живьем. Просто это вот разные вещи. Особенно, когда ты знаешь счет игры, которая давно уже закончилась, живьем. И поэтому я белорусам очень благодарен. Они сохранили для нас футбол. Они словно перебросили вот этот мостик, на который сейчас уже встали немцы, уже итальянцы, испанцы, и встанем мы. То есть футбол не погиб для телезрителя. Я очень благодарен. Вообще, мне нравятся соревнования, которые проходят в Белоруссии, потому что очень был хороший чемпионат мира там. И очень хороший, кстати, был чемпионат мира по хоккею. Чемпионат мира по хоккею в Риге. И вот мне очень приятно, что, к сожалению, в этом году майский чемпионат мира по хоккею, кто должен был быть в Швейцарии, его отменили. И собирались вроде переносить на будущий год. Но нет. Сохранили прежний вариант. И вариант это очень хороший. Это совместное проведение в Риге и Минске хоккейного чемпионата. Я с удовольствием на него поеду в мае будущего года. Тем более, что я работаю на конгрессах, переводчиком на конгрессах Генеральной Федерации. И число конгрессов, вы не поверите, превращается уже к 60. То есть с 93-го года, все время, когда у власти Международной Хоккейной Федерации Рене Фазель, он ввел русский язык как официальный язык общения. И я работаю с моим коллегой Севой Кукушкиным, синхронным переводчиком. И вот, значит, мы будем это делать и в мае будущего года на чемпионате. Самое интересное, что поскольку не было чемпионата в мае в Швейцарии, не было и конгресса. Так вот этот конгресс перенесли на июнь, он пройдет в июне, и он будет виртуальным впервые в нашей практике. То есть все 83 страны, участницы, члены Международной Федерации Хоккея, а их 83. Потому что там входит, например, даже Бразилия, но она уже по линии хоккея на роликовых коньках, вы понимаете. Все эти люди сядут у экранов, мы с Севой сядем у наших экранов, и мы будем все это виртуально переводить в заседания конгресса. Большой вызов для переводчика-синхрониста, но это моя первая профессия. Много звонков, продолжим их принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, слушаю вас. И у меня вот, Андрей, меня зовут. Я хотел вот такой вопрос задать. Когда-то Озеров комментировал матч хоккейный между Советским Союзом и Канадой, и при попадании шайбы в перекладину, он там несуздурно выразился. Так вот, мне интересно, а скажите, какие ему за это были, вы наверняка знаете, какие вы за это ему были санкции применены, или как-то вы наказали, или нет, или спустили. Спасибо большое. Да. Знаете, Андрей, спасибо. Это уже как-то, спасибо большое, Андрей, это как-то на уровне легенды уже. Потому что вроде бы это была не шайба, а мяч. Вроде бы это футбольный мяч. Непонятно, был это Озеров, или не был это Озеров. Вот точно никто не знает. Кто-то говорит, я вот слышал, что это Озеров, а кто-то говорит, это был не Озеров, какой-то другой комментатор. И был ли это вообще? И действительно ли там прозвучало именно это слово, которое вы не назвали? Поэтому я не могу сказать. Что касается, давайте в общем говорить, вот скажем, за такую вещь, или подобные вещи, какое было бы отстранение от эфира, ну, я не знаю, может быть, посадили бы, не давали бы эфир месяца два. Я знаю, что такая санкция была к Кате Махарадзе. И вы не поверите, за что. Он сказал, что Кипяне, по-моему, бьет своей любимой левой ногой. А ему сказали, Кате Иванович, а почему вот любимый левый, вы что, за левое движение в нашей стране? Почему это левый у нас становится любимым? То есть, понимаете, в сравнении с этим, то, что якобы сказал Ользеров, это вообще ничто. Это цветочки. Но у вас не было такой эмоциональной ситуации, когда не сдерживали себя в оценке происходящего на поле, на спортивной арене? Нет, вы знаете, я вот, нет, я как-то все время помню о том, что я в кабине не болельщик. Я не являюсь болельщиком, потому что если брать российский чемпионат, я болею за московское Динамо. Первый канал, если и показывает какие-то матчи чемпионата России, то это топовые матчи. Динамо очень давно не входит в число топовых, потому что мне просто не приходится комментировать свою любимую команду. Если это сборная России, ты вместе со всей страной болеешь за сборную России. Но все равно ты понимаешь, что ты остаешься комментатором, что тебе главное не какие-то эмоции там вылить, а нужно не пропустить там замену, я не знаю, если тебе показывают на мониторе, что зрители видят тренера, не продолжать рассказывать о матче, а может быть сказать несколько слов об этом тренере, почему вдруг его показали, почему вдруг режиссер показал тренера именно в этот момент матча. Может быть режиссер умный намекает на то, что пора сделать замену какую-то в составе. То есть нужно сохранять холодную голову. И вообще надо сказать, что вот меня спрашивают, мы уж коснулись нецензурной лексики, ругаюсь ли вот я матом. Я матом вообще не ругаюсь. Только одно исключение, тем более никогда это не сделаю в эфире. Мне легко это не сделать в эфире, потому что я не употребляю эту лексику в жизни. Но когда я сам выхожу на футбольное поле, вот здесь, друзья, может начаться. Видимо вот здесь какие-то особые эмоции, когда ты играешь сам. Тут иногда я ничего с собой поделать не могу. А тем более, когда ты играешь, а я начинал играть впереди, потом, наверное, защитником с возрастом все ближе отходишь к своим воротам. Короче, я дошел уже до вратаря, и вот когда ты вратарь, ты не можешь вообще без нормативной лексики. Я не знаю, как я в Яшин обходился. Он обходился. Потому что когда ты видишь, что делают твои защитники, но тебе нужно что-то как-то этот вопрос решать. Мгновенно. Ну вот, кстати, о вратарях. Вопрос от Давида, который он задает вам в фейсбуке. Общались ли вы лично с Филимоновым после исторического матча с Украиной? С Филимоновым общаемся постоянно. Мы с ним довольно часто участвуем в благотворительных акциях. И что скрывать и в коммерческих акциях. Тоже есть два таких направления. Когда ты что-то делаешь, там, в помощь день больным, ты делаешь это бесплатно. Есть какие-то корпоративные турниры. Естественно, ты берешь за это деньги. Он играет, я комментирую. Мы очень часто с ним общаемся. Непосредственно после того пропущенного мяча с ним общался не я, а корреспондент нашей программы. Программа называлась «На футболе с Виктором Гусевым» Наталья Константинова. Наташа очень такая смелая девушка. И она вытащила Филимонова в нужники. И хотела, чтобы он стал в те самые ворота, в которые он пропустил вот этот мяч. Ворот нет. Значит, первая легенда была такая, что украинцы купили эти ворота. Мы же проиграли тогда. Ну, тогда сыграли неудачно, скажем, у них была ничья. Вот. Купили эти ворота и где-то там установили себя в музее. Но это, конечно, неправда. Эти ворота убрали, как несчастливые. Они стояли на заднем дворе лужников. Была зима. И Наташа потащила Александра Филимонова на этот задний двор. Все это снималось на камеру. Они шли по колено в снегу. Филимонов встал в эти ворота за счет того, что ушли штанги в снег. Он головой касался. Он и так касался перекладины. Но тут он даже, голова выходила за перекладину. И Наташа просила его изобразить. И он изобразил, и объяснял, почему он, как это все случилось. Я не знаю, как еще Наташа, вообще, кому еще Филимонов бы такое рассказал. А даже Наташа задала свой знаменитый вопрос. Она сказала, Александр, а вот вы матом ругаетесь, Филимонов так сказал таким голосом, ну матом, ну разве что так, для связки слов. Это, значит, как хэштег вошло в историю. А потом, что мы с этим сделали? Мы запустили в программе это интервью, и тогда еще время было не очень такое компьютерное. Мы исхитрились, мы взяли кусок этого видео, и поменяли направление движения отмеча так, как если Филимонов его отбил. И показали зрителям, как это могло бы быть. Это была такая хорошая иллюстрация к этому сюжету. Я очень был доволен, вот там, как мы это обыграли. Вот если говорить, мы уже затрагивали эту тему на примере Роберто Баджо. Вот такие трагедии, личные трагедии, спортивные трагедии, которые происходят со спортсменами. Федор Смолов и его незабитый мяч. И на ваш взгляд, все-таки, это может сломать карьеру? Может сломать не только карьеру, ну и психологический человек, как вот история с Филимоновым, со Смоловым и так далее. Может, конечно, потому что мне кажется, что это касается Филимонова, мне кажется, что это касается Баджо, и мне кажется, что это, не дай бог, чтобы из этого не вылез Смолов, но мне кажется, это сказалось и на его карьере тоже. Но у Федора еще есть шанс как-то это преодолеть, но такие вещи просто так не проходят. У Филимонова, кроме всего прочего, ведь тут же не только внутреннее состояние, Филимонова просто сразу отцепили и перестали приглашать в сборную. А ведь тогда, вот говорят, что тогда с украинцами? Надо было ставить, по-моему, там Нигматуллин был другой вариант, надо было ставить Нигматуллин, а вот Романцев, вот он своего поставил, там Филимонова. Ну секундочку, Филимонов, во-первых, очень хорошо сыграл в этом матче до своего промаха, во-вторых, он был абсолютно лучшим вратарем страны тогда, он великолепно играл за «Спартак», и как Романцев мог, ну не просто своего «Спартака», а просто лучшего вратаря страны на тот момент, мне поставить, в который он верил. Вот, а его сразу отцепили. Ну и Романцев там уже перестал в какой-то момент быть тренером, и Филимонова сразу отцепили отовсюду, и это, конечно, тоже, ну слава богу, что этого не надломило, ему сейчас уже лично за 40, а он ведь играет, он после этого стал дважды чемпионом мира по пляжному футболу, и, по-моему, даже до сих пор или до недавних пор играл на уровне команды не премьер-лиги, а где-то там он играл такую, ну пусть полулюбительскую, но в серьезном турнире. Много вопросов, которые приходят в фейсбуке, вот Давид еще спрашивает, у вас Широков в итоге достиг уровня сборной? Ну это очень интересно, люди, я не знаю, знают эту историю, нет, дело в том, что был первый матч на чемпионате Европы 2008 года, мы играли с Испанией и проиграли 1-4, и тогда нам Вилья забил три мяча подряд, и очень неудачно сыграли защитники, это была, наверное, одна из немногих ошибок Гуса Хидинка, нашего тренера, он отцепил Игнашевича, там еще были какие-то травмы у защитников, Хидинк отцепил Игнашевича, Игнашевич ему не понравился, и поставил в центр защиты Широкова, и видя, как Широков беспомощно себя чувствует на поле, я и сказал, что это не уровень сборной, имея в виду игру Широкова в защите, но люди услышали только не уровень сборной, больше того, при счете 0-3, если вы помните, Павлюченко забил мяч, и Павлюченко ему ассистировал именно Широков, который пошел в атаку, и вот тогда я сказал, вот оно место Широкова, прекрасного распособщика, великолепно ассистировал, но на это уже никто внимания не обратил, все услышали не уровень сборной, и отнесли это к вообще любой позиции Широкова на поле, и между тем, мы проиграли 1-4, кстати, отношение к тому матчу такое болезненное, для меня очень странное, его до сих пор вспоминают, мы проиграли 1-4, но это была первая игра, и она вообще ничего не значила, мы одержали две победы, потом победили Голландию, и дошли до полуфинала, и почему-то вообще никто не говорит о нашем поражении от тех же испанцев в полуфинале, 0-3, беспомощное, когда мы были в шаге до финала, никто вообще даже не вспоминает, это обиднейшее, самое ужасное для меня поражение, но видимо потому, что уже в кармане были бронзовые медали, уже были торжества в Москве, а для меня-то вот это поражение 0-3, оно гораздо более весомое и страшное, но все вспоминают этот 1-4, не уровень сборной, вот, о Широковом с тех пор очень хорошее отношение, все дело в том, что он конечно отреагировал обиженно, и когда я пришел в команду поздравлять этими самыми бронзовыми медалями после того, как они вот вышли в полуфинал, значит, вышел Игнашевич меня обнял и пожал мне руку, понятно, вот, а потом вышел, что вы стояли смутко, вышел Широков, и Широков отказался даже мне пожать руку, самое интересное, что он просто физически не мог слышать и видеть трансляцию, батарейн был на поле, это просто значит со слов каких-то людей, которые ему рассказали, так как я вот рассказал вам сейчас, Широков и уровень сборной, и все, а потом мы встретились с ним на хоккей, я комментировал хоккейный матч, подошли, поговорили, и сейчас очень хорошее отношение, и мы примерно с ним делаем то же самое, что вот я сказал про благотворительность, говоря о Филимонове, та же самая у нас программа Широков, мы с ним ездим по городам и весям, и он даже мою книжку представлял, поэтому сейчас все отношение, но слава богу, он умный человек, и он понял, о чем шла речь. Еще Давид задавал вам вопрос о том, верите ли вы в приметы? Ну, в меньшей степени, чем большинство людей, наверное. Я верю в какие-то другие вещи более такого физиологического характера. Например, в день комментария я стараюсь с утра вообще ничего не есть. Еще лучше поиграть в футбол с утра, чтобы настроиться на разговор о футболе, чувствовать какую-то пружинистость во всем теле, может быть, поэтому и не есть. Вот такие вещи, они не относятся к приметам. Я не верю в Бога, я атеист, наверное, это тоже, так сказать, добавляет тому, о чем я говорю. Что касается каких-то особенностей во время матча, обращаю внимание, но это вот, наверное, все-таки эмоции. Каждый раз у меня после игры развязаны шнурки на ботинках или на кроссовках. Я начинаю с плотно завязанными на два узла. Ну, видимо, я там шевелю ногами вслед за футболистами. Я просто смотрю каждый раз, даже до смешного такое. Кто-то приходит в кабину, я говорю, вот смотри, я завязал, а после конца финального свистка и что будет. Мы смотрим развязаны шнурки. Ну, вот как раз Давид пишет о том, что была среди болельщиков примета, касающаяся работы Виктора на матчах сборных. Слышали об этих приметах, что среди болельщиков существует? Да, конечно. Я это совершенно не против этого, потому что футбол сам по себе, игра. Я люблю все игры, которые возникают вокруг футбола. Я люблю очень прогнозы, предсказания. Я люблю очень такую статистику, как вот я помню, был знаменитый человек в этой области, Константин Есенин, Константин Сергеевич Есенин, сын Сергея Есенина. И он был статистиком нашего советского футбола. И он, например, писал, вот на стадионе Динамо ворота стояли перед западной и восточной трибуны. В Лужниках ворота стояли перед северной и южной трибуны. И вот он считал, сколько мячей, какая команда добивала на запад, на восток, на север, на юг, какие-то выкладки. Мне всегда это очень нравилось. И вот эти разговоры о том, что несчастливый, как-то это, по-моему, это добавляет, это такой антураж футбола. Поэтому в этом не вижу ничего страшного. А фактически получилось что? Ну, я же комментировал один очень большой период нашей сборной. Если даже мы выигрывали какие-то матчи, то в результате мы же не стали чемпионом мира или чемпионами Европы за это время. То есть решающую игру мы все-таки проигрывали. И ее и запоминали болельщики. В результате это проиграли. Так я стал несчастливым. Я своим телом заткнул амбразуру для целого поколения комментаторов. Я принял этот удар на себя. А что касается вот таких фактических данных, Спортэкспресс, по-моему, так посчитал, какой комментатор сколько там провел матчи, прокомментировал матчи за сборную. Но у меня гораздо больше, чем у всех остальных вместе взятых. И я там занимаю далеко не первое место по невезучести. Я, по-моему, наоборот, далеко-далеко не самый невезучий. Там есть люди, у которых процент просто ужасающий. Но все равно все это игра. Все это игра. И это интересно. И ничего страшного. Уж точно в этом нет. Ну вот вопрос от Андрея. Каково ваше мнение о возобновившихся европейских чемпионатах? И не кажется ли вам, что ТВ-картинка со стадиона без болельщиков и привычного антуража влияет и на восприятие матчей у телезрителей? Что касается возобновившихся чемпионатов, я потрясен игрой Баварии. Это сильнейшая команда, из которых я вообще видел за всю свою жизнь, начиная с 60-х годов. И это еще учитывая, что они вышли после вот такой паузы, после перерыва. Да, кто-то может сказать, и соперники их вышли. То есть это баш на баш. Но тем не менее, Бавария потрясающая. Просто даже не могу не сказать нескольких слов, как они накрывают прессингом, не дают противоположной команде совершенно современный футбол. Начать атаку, если те умудряются все-таки мяч выбить, и он перелетел через голову прессингующих, там встречает такая баварская защита, даже в меньшем составе, потому что многие пошли вперед, которые там сами разбираются. А еще и те, кто прессинговал, успевают вернуться назад и помочь защите. А как они сами, баварцы, начинают атаки? Как они спокойно, как в мини-футболе, благодаря великолепной технике, они в своей штрафной разыгрывают начало атаки и дают великолепную первую передачу спокойно, без нервов, иной я, ставший новый контракт, тоже пас через все поле точнейший. Быстрая команда, великолепный резерв, я просто не мог не сказать, что я впечатлен. Я не так внимательно, может быть, смотрел немецкий футбол, а здесь за счет того, что он первым вернулся после Белоруссии, ну, смотрели Белоруссию, а потом вернулся немецкий. Я внимательно посмотрел, я, конечно, потрясен. Кто-то скажет, что ты удивляешься, это обычная бавария. Нет, это необычная, это вот такая новая бавария, мне кажется. Вот, а что касается без шума трибун, ну, мне-то казалось, что это в первую очередь мешает так воспринимать правильную игру и мешает, может быть, играть футболистом. Вот, не знаю, мне это было все равно. Сейчас я вчера смотрел итальянский чемпионат, там пускают искусственный шум, записанный из других матчей, но оказывается, что этот шум идет не на трибуны, что футболисты все равно играют при гробовом молчании, не считая поддержки со стороны запасных и слов тренеров, весомых, а слышим только мы, это только для телезрителей пускается этот шум. Я бы спокойно обходился без него. Я не считаю, что это такая, ну, не хочу сказать, что болельщики, это неважная составляющая футбола, но мне кажется, что вот этот шум, это не главное, что можно спокойно отвлечься. И мне говорят, что вот там как умело показывают, так, чтобы не показать пустые трибуны, не дай бог там покажут, и это сразу, что это испортит мне впечатление от игры той же самой Баварии, за секундочку, нисколько не испортит. Поэтому нет, для меня это совершенно вещь не страшная, поэтому я с самого начала и говорил, что нужно возвращаться, не надо ждать того момента, когда мы сможем пустить на трибуны зрителей. Нужно возвращать футбол, зрителей хватит, миллионы зрителей у телеэкранов, вот там аудитория. А футболисты обойдутся без поддержки непосредственно во время матча. Успеем ли мы принять еще звонок? Нет, звукорежиссер говорит, что время, к сожалению, нашего эфира подходит к концу. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в эфир программы «Абонент доступен». Виктор Гусев был с нами на протяжении этого часа. Спасибо большое, друзья. Все, друзья, берегите себя, всего вам хорошего. С удовольствием еще раз к вам приеду. До свидания. Спасибо.